Русская служба новостей. Русновости.ру Подъём! Восемь часов тридцать пять минут. Среда, седьмое декабря. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Русская служба новостей. Да. Они называют такси таксовка. Таксовка? Таксовка. Потом они называют, они говорят, идти прямо, это просто. Да? Да. Я же тебе не говорил? Я как-то выхожу после вареника, в которой пироги, из центра Варшавы. И говорю, где здесь такси, ребят? Помогите, where is такси? Там, начинаю на всех языках, чтобы их не смущать, что я типа по-русски. Чтобы у них не пробуждалось вот это у них. Ага, весна там. Вот эти старые-старые мозоли, чтобы не на свои... Да. И нет, и мне человек очень вежливо говорит по-польски. Понимаешь, что я русский, что я пойму. Он мне по-польски говорит, до таксовки пойдут целый час просто. Я на него смотрю, говорю, целый час? Он говорит... Вы думаете, это просто? Слышал, говорит, целый час просто. До таксовки целый час просто и показывают руку. А целый час, это значит чуть-чуть? Все время. Все время? Все время. А, я бы никогда не догадалась. А вы догадались? Нет, я думаю, целый час, мама. Потому что все время гораздо больше, чем целый час. Но целый час – это определенность. И я такой смотрю на него, говорю, целый час, а ближе нет. Он говорит, целый час просто. Мама. Ну вот, так что с Польшей, я говорю, тут проблемы. А голландцам не страшно. голландцам не страшно я все равно ничего не понимаю смотря на то что некоторые они все равно ничего не понимают они будут кричать на них девка млеко мамка девка млека хэндэхохов что такое по голландски только очень похожи все равно будет кухарят вот я сейчас поселилась что-нибудь по голландски вспомнить ничего не вспомнил кухарят я матерное ругательство себе забыл и как дела типа нет нет это я вы я раньше ругался по голландски матерной и по эстонски ну как-то уходит это я на бенгале пока в хинди пока еще ругаюсь на бенгале хинди бойко ругаюсь матом президент медведев кстати говоря выругался матом в этот раз он сожалел в разговоре с тиной ты знаешь президент медведев сожалел в разговоре с тиной кандылаки что он не может ругаться матом и в эту же ночь позвольте знаешь об этом или нет это видела это или нет значит да да значит как когда тина кандылаки в кремле садальский выложил это тина кандылаки в кремле она говорит секундочку сейчас я это отмотаю я я знаю все хотят послушать и президент намекает что он хотел бы и и очень хотел бы ругаться матом но у него ему как это ну не положено что ли но сам-то он любовно но он но блесу ближе но лингвистик ближе делать что-то иное и вот и обстоятельства жизненные а вот но блес не разрешает никак потому что говорит мы же как мы говорит не то не такие простые же слушать на сейчас второй микрофон мы сейчас рубим вот вот так вот мы его сделаем да и попробуем высосать из этого моего мака потому что я не могу ответить я вам честно скажу извините на это перерывок филосового усложбанного положения когда получаю гадость и их немало получаю начну как у любого нормального человека у меня рука тянется не к пистолету на клавиатуре для того чтобы сказать теми же самыми словами я же кто же знаю и люблю иногда даже использовать вот но я не могу этого сделать по законам жанра хоть вы за меня сделать но я всем просто сказала что я не хочу казаться лучше чем я есть поэтому на себя это тина 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 не хочет казаться лучше чем она есть вообще не а нам всем легко довольно не казаться лучше чем мы есть это легко это совсем отказаться лучше чем мы есть тяжело а не казаться лучше чем то есть легко скажи и значит сегодня ночью президент все-таки расцветила перед ретвитнул ретвитнул рыкова с матерной руганью и через несколько минут через несколько минут убрал да да ты видела этот этот твит я выложил его ребята я не могу его повторять потому что там матерная ругань ну вот там что-то в рот там какой-то было с ротом мимо рота что-то ротом и потом кому-то в рот что-то дурак но смысл такой ну как то вот какой то нет да 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 значит вот медведь через несколько минут он заменил этот твит он заменил его на 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 твит насчет зенита что зенит дескать зенит что-то про футбол ну тут я тотчас же отключился потому что я не очень понимаю что это такое мост отказывается понимать смотрите сегодня стало очевидно что если человек пишет в блоге словосочетания партия жуликов воров то он тупо баран который был баран баран которого с которым кто-то совершил зоофилистическое совокупление в рот я когда видела этот твит да я думала что вот у меня было две версии либо это определение к барану либо это как бы присказка то есть которая должна после запятой следовать ну как вот а эх да 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 ну не важно медведев медведь в этом смысле мне кажется это же грациозно очень но он должен должен был что-то он должен был он должен 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 также подметить настя и если позволишь мне это культурологическое изыскание или инвестическое культурологическое изыскание питерцы матом ругаются виртуозно но скучно сколько я ругался с питерцами матом и сколько я разговаривал с питерцами матом питерцы ругаются матом как тебе сказать анемично то есть они вот они говорят матом на этих своих прокуренных кухнях вот эти свои прокуренные кухни с многослойной краской масляной на рамах которые под под краской видно что перед этим краска облупилась но ее поленились содрать а между рамами вата между рамами вата и приоткрывается форточка и женщины сначала женщины курят потом мужчины курят потом топор вешай потом туда же пробивается туда же пробивается бульмастив всеобщий любимец и дым идет в спальню к детям и все это на кухне питерской и матюшок матюшок такой как бы тебе сказать сквозной и какой то такой никакой вот никакой понимаешь да и в этом смысле питерцев конечно мату надо учить потому что вы в нем родились и выросли в матершине вы питерцы в нем родились и выросли в матершине в мате но вы не знаете энергичного мата Вы не знаете эпилептического мата москвичей. Москвич катается по полу в матерной ругане. Москвич убивает с матом. А питерец с матом размешивает быстрорастворимый кофе. Понимаешь разницу, да? Питерец с матом размешивает быстрорастворимый кофе. А москвич с матом бросается с топором. И это разница между нами. И она огромная, если ты согласишься. Разница в том, что питерцы, возможно, начинают использовать мат сами в своей лексике. И слышать его вокруг лишь в студенчестве, на самом деле. А вот как. При детях, да, там никак. Я не могу вспомнить. Ну-ну-ну-ну. А поскольку это студенческое начинается. Это все делается с чрезмерной серьезностью. Ну, как бы это же статуса прибавляет человек. Ну, что выросли и так далее. С насупленным лицом. Да, и никакого юмора. Вот этого смеховой культуры матерной. Ее нет. Ее нет. Поэтому, да. Но это потому, что мы исключительно... А я тебе объясню, почему. Потому что вы далеко от Украины. И еще вы близки к миазмам болот каких-то и так далее. Поэтому президент Медведев объясняет Тине, что он любит материться, любит ругаться. Но не будет. Потому что это не смешно. А мы даже знаем, что в тот момент, когда он вырыгается, это все равно будет питерский мат. Вот такой какой-то вот говорок такой. Я тебе специальное слово. Я вам в рекламе скажу, как это называется. Говорок-матерок такой. Потом в рекламе скажешь. Это непристойное что-то. Ну, не такое. Ну, и прекрасно. Значит, и все-таки ночью он ретвитнул матерное высказывание Рыкова. Отлично. Дальше. У нас еще целая куча высказываний. Погнали дальше. Мы возвращаемся к вчерашним событиям. Вчера произошли события, которые можно трактовать по-разному. Во всяком случае, Москва была полна митингов и милиции. И те, и те были. И милиция, и митинги. В общем, митинги были разные. Митинги были, значит, вот... Да. Я хотел сказать, что у нас появилась настоящая Марианна. Марианна революции. Это Бажена Львовна... Бажена Львовна... Бажена Львовна Рынска. Сделалась Марианна революции. Понимаешь? Она сделалась настоящей героиней. Я напомню вам... Марианна французской революции. Сейчас я прямо напишу... Я сейчас прямо напишу об этом... Запрошу эту статью в Вике. Марианна, символ, Википедия. Марианн, национальный символ Франции. С 1792 года, времен Великой Французской революции. Это молодая женщина в афрегийском колпаке. Она... Олицетворение национального девиза «Франция – свобода, равенство, братство». Скульптурные изображения Марианны – это обязательный атрибут учреждений, органов власти, судов, муниципалитетов и так далее во Франции. Ее профиль размещен на государственной печати Франции. Она изображена на французских стандартных почтовых марках. Она... Надо сказать, что комитетом мэров французских городов прототипом Марианны избирается с 70-го года одна из самых красивых и известных женщин в стране. То есть есть как бы ныне живущая Марианна. Назначают, в общем. Да, и он и... Софи Марсо сегодня. Софи Марсо. Да? Да, Софи Марсо. А что тебе в ней не нравится? Ну, мне нравится. У нее очень красивая грудь. Да. Да, глаза в ней красивые. Да? Я не успел заметить. Я в ней все. Да? Как интересно. Расскажи мне про глаза. А, разрез такой, разрез, разрез, разрез. Кошка, кошка. Китти такая, да? Гачиня такая, кошечка, да? Она такая дикий разрез такой, как будто она египетская кошка какая-то, да? Да, да, да. Есть, есть. Была Бриджит Бардо, Мирей Матьео, Катрин Денев, Инез де ла Фрессанж, манекенщица была Марианной, Летиция Коста, топ-модели. Коста, наверное, да? В этот момент она взялась Коста. Она взялась Коста, Коста в этот момент, в этот момент, заступив на должность Марианны. Эвелин Тома и Софи Махсо. Ну вот, слушай, значит, у нее, правда, красивые, как ты сказала, глаза? Ах, ну да, глаза, да. Глаза, да. Почему я обратил внимание на ее молочную железу? Я не помню. Ну, я не помню. Не имеет значения. Значит, скажи, она была дочерью кого-то из Д'Артаньянов. Она была дочерью одного из Д'Артаньянов в одном из фильмов. А, да? Ну, конечно. Там она показывала железы. Ах, я думала, где же вы их видели? Ну, конечно. Слушай, подожди. Значит, и сейчас у нас Бажена Львовна Рынска. А как у нее с этим делом? У нее хорошо. Хорошо все. Потому что Марианна, если ты помнишь, уже в следующей революции 1871 года, когда она восходит на баррикады Парижа, Марианна. У нее рвется кофточка. У нее не рвется кофточка, она ее сама рвет, насколько я понимаю. И она идет с одной разорванной бретелькой. Да. И она восходит на... Это известная, безусловно, картина, которую знает наша... Да, да, которую знают все. Просвещеннейшая аудитория... Потому что, кажется, ее печатали в учебнике, по-моему. Просвещеннейшая аудитория... Не знаю насчет учебника, не стану. Значит, нет. Марианна восходит на революционные баррикады Парижа 1871 года. Ну, конечно же, с разорванной бретелькой и так далее. То есть, Бажене Рынской следует это знать. Бажена Рынска пишет о том, что она своей шпилькой могла бы выколоть глаз ОМОНовцу. Она посвящает нас в страшные секреты революционной борьбы. Бажена Рынска, напомню. Вот, послушайте, я захожу на ее Фейсбук. Бажена, какая хорошая. Вот. Я знаю, я к ней нежно отношусь. Да, конечно. Вы же с ней даже разговаривали как-то. Я с ней разговаривал. Я с ней ехал в машине. Даже ехали? Я с ней ехал в Мерседесе С-класса. На заднем сиденье. Но вы вели себя скромно, я надеюсь, Сергей. Иначе вы рисковали. Я вел себя развязанно. Но руки в ход не пускал. Я руки в ход не пускал. Но старался быть развязанным, чтобы соответствовать духу момента. Потому что я хорохорился. Я вел себя, как если бы я вмазал стакан. Ну, а как ты ведешь себя с Баженой Рынской? Ну, так слушай. Значит, я захожу на ее Фейсбук. Нужны часы или очки, которые записывают все происходящее. Бажена Рынска была арестована. Которая записывает все происходящее. Это легко купить в Эбэе, товарищи. Если вам нужны часы, которые пишут МП-3. И часы, которые с камерой. Еще можете зайти в Эбэе, посмотреть. Ну, и так далее. Много-много разных. Сейчас я скажу еще где. Я лично. Дил Экстрим. Дил Экстрим. Там есть мастурбаторы и также часы и очки, которые записывают видео и аудио. Там искусственные вагины, мастурбаторы и очки, и часы, которые записывают видео и аудио. Дил Экстрим. Дил Экстрим. Зайдите. Дил Экстрим. Это правильный оппозиционный сайт. Это, по-моему, в Гонконге. Ну вот. Я просто... Рынска говорит, что надо купить. И я говорю, что надо купить. Знаете, тут у нас через... Эта аппаратура обязательно на митингах. Имеется в виду не искусственная вагина, конечно. Да? Что? И митинги, не бизнес-митинги. Да. Нас спрашивают, кто такая. Они все знают про Бажену Рынск. Бажену Рынск. Боже. Это светский хроникер, журналист. Боже. Вы не знаете Бажену Рынске? Идите повесьтесь. Послушайте меня. Это знаменитейший человек. Теперь это символ России. Свободной России, я бы сказал. Далее. Нужны часы или очки, которые записывают происходящее. Избитому корреспонденту коммерса они бы не помешали. Эта аппаратура обязательно на митингах. Баженочка, еще есть кепки-бейсболки, которые в дырочку, вот такая камера маленькая там. И тоже пишут, дуйся прямо на МП-тришку. И сливаются через меню избивком в комп и вперед. Один полицейский встал ногой мне на грудь, говорит Бажену Рынске. Да, да, ну. Что ты говоришь? А электросокер? Почему один? Почему один? Почему одну грудь? Нет. Взвод полицейских встал мне на грудь, должна писать Бажену Рынске. Теперь, когда она Марианна... Ее уронили там по-настоящему, да, и все такое? То есть она упала на... Несколько батальонов полицейских промаршировали по моей груди, должна писать Бажену Рынске. Теперь, когда она Марианна революции. Ребят, рука бойца колоть устала, пишет Бажену Рынске. Бажену как... Еще. Прошу адвокатов, как вести себя. Первый пункт, не надевать шубу. Если ты идешь на митинг, тебя будут арестовывать, не надевайте шубу. Советую. Потому что в мехах неудобство. Чихают, может быть, кто-то, когда утыкается тебе в спину, не знаю. Неудобство. Которые тебя скручивают. Ну, слушай, она пишет. Послушай меня. Бажену Рынске... Можену Рынске, оставив шубу им в руках. Пункт первый, не надевать шубу. Пункт два, иметь с собой айпэд. Шпильки, в принципе, орудие пролетариата. Если изловчиться, то можно выбить глаз ОМОНовцу. Так что шпильки я бы оставил. Итак, Бажену Рынске. Без шубы. С грудью, по которой маршируют батальоны полицейских. С айпэдом. Потому что, значит, обязательно. И шпильки, на шпильках, которыми она выкалывает глаза ОМОНовца. Я представляю, все нанизанные на ее шпильки глаза ОМОНовцев. Это должны быть шпильки сантиметров 15. Сколько глаз ОМОНовцев ты смогла бы нанизать на 15 сантиметров? Точно. Если их сплющить чуть-чуть, ты же не собираешься их прожаривать, как в хорошем шашлыке. Ты можешь их поплотнее нанизывать. Поплотнее, но тогда... До десятка. До десятка глаз ОМОНовцев. Если выбивать только по одному глазу, оставляя ОМОНовцу один глаз, чтобы он видел свое поражение. Можно поразить 20 человек. То можно искалечить 20 человек. Потом переобуться и по новой. Хорошо, вернемся через минуту. Восемь пятьдесят шесть движений. Семь восемь 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 сто семь и ноль в движении. Где едете, что видите? Если у вас четыреста девяносто пятый номер, я думаю, что вы не в движении ни в каком. Звоните, пожалуйста, только из движения, ладно? Где едете, что видите? Семь восемь восемь сто семь и ноль. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, Рязанка стоит, Кремлевская набережная едет совсем не спеша. И Арбат в сторону области едет отлично. Ура. Слушайте, еще. Я плачу дорожные налоги. Почему М4 становится платной, пишет 54-й. Внутренний МКАД от шоссе энтузиастов встает глухо. Галактазар сообщает. И еще, еще, еще. Опа. Теща улетела в Пекин. Там все стоит копейки. Все в Китай, пишет Вася. Вася, тоже если бы вы знали, что 10 лет назад сколько это стоило в Китае. О-о-о-о. Ну вот. А 30 лет назад, Вася, за какие-нибудь наручные часы в Китае можно было бы купить полстраны и даже живых людей. А сейчас? Сейчас уже дороже. Сейчас уже нужно много часов, чтобы купить полстраны в Китае. Ярославка стоит. Ленинградка перед Соколом совсем тугая. Никакая. Где-то с 10 до 11 внешний МКАД плохой по циферблату. И, соответственно, где-то с 5 до 7 внутренний МКАД плохой. Коширка не едет перед Варшавкой. Вдруг начинает шевелиться. А в середине не едет. Такой ленинский какой-то тухленький. Но ничего особенного. И Минка перед Рублевкой хромает. Но более-менее ничего. Вот. Это движение. Погнали. Спорт. Русская служба новостей. Русновости.ру ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Девять часов четыре минуты. Среда, седьмое декабря. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Русская служба новостей. Русская служба новостей. Каблуком на полном серьезе. ОМОНОВИЦ-то ее не узнал. На полном серьезе. А? ОМОНОВИЦ-то ее не узнал. По правилам в отделении вас могут задержать до трех часов без предъявления обвинений протокола. Так далее. Дальше. Насчет каблуков совершенно согласна. Я своими каблуками отдавила ноги ОМОНу при задержании, чем очень гордилась. Представляешь? Натруженные, мозолистые ноги молодых мужчин. Что делают молодые женщины с молодыми мужчинами? Обратите внимание. Они раздавливают им ноги шпилькой. То есть в кедах идти нельзя на акцию протеста? Потому что не получится отдавить ничего. Это вот штука, это Соколова, вот эта с толстой психологом, Садамаза. А, Лейла. Лейла Соколова. Да, у нее корсет. Так хоть по крайней мере, так хоть по крайней мере бьет плеточкой по попкам женщин. Лейла Соколова, которая по Макарову в суде участвовала. А эти приходят к молодым мужчинам и ходят шпильками, у них по пальчикам ног. Боже. Что в человеке есть самое нежное, скажи мне, пожалуйста? Ну, кроме пальцев ног? Пальчики ног. Самое нежное, что имеется у человека. А? А то, что самое нежное у человека... Покрытое тончайшим слоем грибка. Поймите. Тончайшим слоем плесени и грибка. Тончайшим слоем. Они наступают, сдирая этот тончайший защитный слой грибка. Обнажает. Обнажая, собственно, самую настоящую, трепещущую плоть молодого мужчины. Боже мой, господи. Ой, смотри. Мария, если все происходящее станет не шутейным, а самым настоящим, каблуки не нужны. Нужна удобная обувь, чтобы убежать от ОМОНа и не застрять каблуками ни в каких решетках, плитках, ямках. Не забудьте опорожнить перед митингом мочевой пузырь. Тут же все. Это кто пишет? Владимир, Владимир, Владимир Сергеенко. Там у них обсуждается, как надо перед нами идти. Я взятыла даже. Владимир Сергеенко. Слабый на мочевой пузырь. Слабый на мочевой пузырь, вероятно. Слабоват. Слабоват. Не забудьте опорожнить перед митингом мочевой пузырь. А наоборот. А Кремль должен раздавать пиво тогда. Кремль, Кремль, Кремль должен раздавать пиво в двухлитровых пластиковых, таких, значит, бутылках. Включать трансляцию журчащей воды по всему. Из чашки в чашку. Раз, раз. Маленьким девочкам. И оппозиция разбегается. Марина, спасибо. Это они обсуждают у Бажены Рынской, которая сделалась революционеркой. Мои каблуки тем и хороши, что позволяют и то, и другое. В смысле и убегать, и раздавливать пальчики на ногах ОМОНовцам. Не буду уточнять марку, поскольку реклама здесь недопустима. Кроме того, это, конечно, не шпильки, квадратный каблук. Ни в коем случае не шпильки. Вот в чем следует идти даме на манифестацию. На квадратных каблуках? Да, на квадратных. Но сразу можно больше пальцев отдавить. На квадратном. С другой стороны, если площадь больше, нагрузка меньше. Понимаешь, это здесь трактанка. А если подпрыгнуть, то машина меньше. Трактанка ведь, понимаешь, это самое. Да, да, да. Ну да. Звонить не надо. Надо смсить. Если помощь понадобится, вам перезвонять. Родня из Питера вряд ли может решить вопрос с допуском адвоката. Бишет Бажена Рынская. Да, можем это родня из Питера. Менты в участке рассказали, не для протокола, сообщает Бажена Рынская, что чеченский полк расквартировали на северо-востоке Москвы, выделив им 600 квартир. 600 квартир на северо-востоке Москвы выделены для чеченского полка. Как это, 3000 рублей в сутки аренда там или сколько? Как что за квартиры? Специально 600 квартир, они были пустые все время. Они были специально коварным Кремлем. На северо-западе? Да, нет, конечно. И теперь, когда Бажена будет скакать на каблуках по ногам, молодых мужчин, это... Они будут думать о... Она будет думать, что они чеченцы. Да. И тогда это будет уже... Скортили на Москве. Это все немаловажно. Кто бред... Бажена Рынская продолжает, новая русская революционерка. Кто бредит, что я газ распыляла? Что за хреновина? Откуда у меня газ? Ну, у нее грубее чуть-чуть слово, простите меня, я просто берегу эфир. Откуда у меня газ, чтобы его распылять? Есть ролик с моим задержанием. Есть свидетели. Газ распыляли жулики и воры. Причем, когда я была уже в автозаке, и то я сама этого не видела, только слышала. Не распространяйте глупое вранье. Венедиктов просил меня уехать. Я уехала только после того, как мы с Тиной Кадылаки подошли к задержанным и объявили им. Ну и так далее. То есть там... Значит, слушай, оказывается, вырисовывается лицо Троицы. Троица. Троица. Венедиктов Кадылаки. В белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. В белом венчике из роз. Впереди идет Христос. И два апостола. Бажена Рынска, Бажена Львовна, и Тина Тин, Тина Кадылаки. А впереди их идет Венедиктов. Как Саваоф. Как Саваоф. Потому что Леша, ну он и внешне в этом смысле Саваоф, он больше Луим? Если контровой свет... Он больше Луим или больше Саваоф, или уже сразу Яхве? Он кто? Ну, этого не знаю. Ну, скажи. Не могу определить. Ну, все-таки нет, скажи. Ну, Саваоф. Саваоф, конечно. И так, я уже знаю, шествует Саваоф Венедиктов, за ним Тина Кадылаки и Бажена Рынска. И кто там, кого там не хватает? Мне кажется, там не хватает Миловой из «Коммерсанта» и Милы Кузиной, которая была... Ну, всех светских обозревателей. Все светские обозреватели должны были явиться в нем. Ладно, классно. Сейчас мы спросим тех, кто там был. Ребят, расскажите нам, кроме Бажены Рынской, наверняка там еще кто-то был. Через одну минуту, 7-8-8-107-0. Поехали. Ксюша еще Собчак была. Ксюша Собчак. Она, кажется, вызволяла, уже из милиции потом подъехала. Не успела. Ну, смотри как. Ну, смотри как. И Малахов был. Малахов, Малахов это высокий мужчина в очках, я его знаю. Как же вы так вот говорите все время? Да? Это высокий мужчина в очках. Я его видел несколько раз в гримёрке. И... А где еще он бывает? Ну, классный, нет. Он классный и очень доброжелательный мужчина в очках. Высокий, да, абсолютно. Ну, классный, классный. Мы с ним терли что-то, я забыл. И этот самый, ну, где-то в гримёрке он заходил, заходил на НТВ по-товарищески, что-то такое, значит, и так далее. Ну вот, и он такой классный. А что он делает на телевидении, ты не знаешь, нет? У него хорошие продюсеры. У него? У них там блестящие продюсеры, которые подгоняют спикеров по темам. Ну, иногда остро-социальным, а иногда желтоватым. Но если остро-социальные, то они все равно молодцы. Да, 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 да. А он проговаривает то, что ему пришло. Еду в суд по вчерашнему задержанию, 52-й. Позвоните, кто вчера был там. Позвоните, пожалуйста. Пожалуйста, позвоните. Кто был вчера на одной из площадей, вот, ну, как бы, вот, собственно, участвовал в... Алло, здравствуйте, я прошу вас. Здравствуйте. Вы участвовали вчера на одной из площадей. Не вопрос, Сергей. Нет, 788, вопросы у меня. 788-107-0. Алло, здравствуйте, вы участвовали вчера на одной из площадей, в действиях каких-то. Да, абсолютно верно. Расскажите, пожалуйста, где, на какой площади, примерно во сколько, и нас видите вот так, как будто, знаете, как, ну, визуализируете, что вы видели перед собой, да? А, ну, на самом деле, я не смог приехать ровно к 7-м, я приехал где-то к полдевятому. Куда, на какую машину? На баррикадной, и вот, доехал на метро до Триумфальны, до Маяковской, вышел на Триумфальны, соответственно. А народу было уже, ну, я бы не сказал, что так, очень много. Да. А, было очень много полиции, да, сейчас в метро, и достаточно большой поток уже с Триумфальны обратно в метро. Вот, а на улице сначала выходишь какой-то месс, абсолютно непонятно, что происходит. Да. Вот. А, после этого я немножко сориентировался, понял, кто где. Так. А, ну, вообще, в принципе, могу сказать так, что... Простите, верно ли мои наблюдения по интернет-записям, что там барабаны сильно гудели? Ну, было грохот барабанов. Вы знаете, я на самом деле потом уже, когда перешел на другую сторону Садового кольца, я слышал, что вроде бы там что-то напоминает стук барабанов. Но это было так нечетко и на самом деле так редко, что даже, как бы, не стоило бы это отмечать вообще. Да, да. То есть, а вот мы, когда видим это на видео, грохот сильный, это наверняка просто пишут, как бы, изнутри барабанной кампании вот в этой. Ну, то есть... Не, ну, может быть, это еще потому, что я пришел поздно, потому что, может, они устали там барабанить. Да, да. А когда я пришел, там, скажем так, уже было меньше энтузиазма по этому поводу. Да, да. Поэтому мне, как бы, так не показалось, что они там сильно прям активничают. Да. И скажите, пожалуйста, дальше. Вот вы видите, уже чуть-чуть, чуть-чуть большая толпа людей идет внутрь метро, чем из метро в полдевятого. Потихонечку все это рассасывается. Что дальше вы видите? Попробуйте... Ну, вообще, вот, как бы, получается, около этой трансфортиры стояло достаточно много народу, и все, кто приходил, они пытались перейти туда. Но полиция, она не пускала, как бы, в эту толпу, потому что от метро вход был перекрыт. Поэтому тем, кто хотел присоединиться, как бы, к этой толпе, им нужно было перейти на другую сторону Садового кольца, идти до ближайшего подземного перехода. Потому что движение по Садовому продолжалось еще. Вот, и, сделав только крюк, можно было вот подойти уже с обратной стороны к Театру Сатиры, где, ну, наверное, уже в 9 часов, когда я там был, там было, наверное, человек 500. Вот, и, ну, наших я не видел, я пытался всматриваться, я, как бы, вообще... Когда вы говорите наших, вы имеете в виду наши, движения наши? Да, да, да. Понятно, понятно, да, так. Вот, ну, и, соответственно, скажем так, когда подошел где-то к 9 уже к Театру Сатиры, вот, я говорю, был, наверное, человек 500, я там не заметил прям таких, прям, мега-сильных каких-то активистов, которые прям, там, постоянно, да, то есть, там, какими призывали, ну, там, соответственно, кричали какие-то лозунги, все было достаточно спокойно, а все было окружено полицией. Да. Вот, и в какой-то момент, соответственно, они начали, они пошли кордоном и начали стеснять всех в сторону баррикадной. Можно задать вопрос, простите, это будет не лишним. Видите, я хотел именно пока вы проявились, именно вот просто вашими глазами увидеть. А теперь я хотел бы, чтобы вы проявились. Вы были активистом, симпатизантом или просто наблюдателем? И если вы были активистом или симпатизантом, то с какой стороны? Ну, я вообще был симпатизантом со стороны, как бы, оппозиции, может сказать. Оппозиции. Вы хотели высказать требования, там, которые касались выборов, верно? Да. Удалось вам вчера высказать требования? Да, удалось в какой-то степени, но потом я вот просто хочу заметить, да, что когда там начала проявляться более такая активная позиция, появились, там, соответственно, нелецептервентные призывы, там, в отношении, соответственно, Путина, ОМОН стал достаточно активно действовать, они просто пробивались, там, группами в толпу, вытаскивали, соответственно, людей, кто сильнее всех кричал, да, то есть это на самом деле на какое-то время успокаивало людей, да, то есть, вот, ну и так продолжалось, то есть вот они все оттесняли, оттесняли где-то, то есть... То есть вы тоже все равно успели что-то кричать или говорить, или плакат показать, или не успели? Не, ну, не, ну плакат не успели показать, там вообще не было людей с плакатами. Подождите, я вам хочу дать редкую возможность, абсолютно исключительную, уникальную возможность. Сейчас прокричите, сейчас. Чего вы? Ага. Не, ну правда, ну слушай, у нас, у нас примерно 100 тысяч каждые четверть часа заходят в нашу программу. Айкьюаш, примерно 100 тысяч каждые четверть часа. Слушание примерно три четверти часа. Следовательно, вас сейчас слышат 300 тысяч человек. Существенно больше, чем вчера. Ну прокричите. Ну вы знаете, на самом деле, я хочу сказать следующее. Я не разделяю очень радикальных призывов там нашей оппозиции. У меня, как бы, в принципе, своя оппозиция следующая, да. То, что мы не быдло, обратите внимание на нас. И, соответственно, мы хотим перемен. Вот. Слушайте, а с этого начиналась песня. Помните, мы не быдло, мы не козлы, мы Украины, доньки и сыны. Разом нас богато, нас не подолаты. Не помните? Нет. Здрасте. С этого начинались, послушайте меня. Мы не быдло, мы не козлы, мы Украины, доньки и сыны. Разом чинеколы. Не помните эту песню? Разом нас богато. Вот это вот. Ну это песня оранжевой революции. Разом чинеколы. Сейчас или никогда. Спасибо, спасибо вам в любом случае. Нет, он сказал, мы не быдло. В этом, собственно, месседж. Месседж. Мы не быдло. Вот. А я почему вспомнил с этого, с этого, это первые слова. Что сказал, не быдло? Не быдло он сказал. Надо, 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 надо по-украински. Нет. Потому что это же польское слово, быдло. Мы не быдло, мы не козлы, мы Украины, доньки и сыны. Разом чинеколы. И дальше, третий, четвертую строчку я забыл. Проблема в том, что те, кто выходят, они, может, и не быдло. Но их очень мало. Все равно. Мало. Ну вот он приехал сказать, что мы не быдло. Потому что он чувствует, что отсюда нет. Вот я тебе объясню, почему он приехал. А я тебе объясню, почему он приехал. Потому что он чувствует отсутствие диалога. Да. И об этом я хотел тоже поговорить. Буря в Фейсбуке, иной реакции. Но отсутствие диалога. Потому что нет как бы диалога. Но есть же в России проблема диалога заключается в том, что как только ты начинаешь диалог, тебя считают слабым. Россия как бы страна бикультурная. Ну, много мультикультурная. Но на самом деле есть две основные культуры с точки зрения понимания насилия. Понимаешь, да? Две основные культуры. А основная культура, например, которая исповедует культ силы, ну, либо ты, либо тебя. Культ силы. Это, конечно, Кавказ, где культ силы возведен в абсолют. Это, конечно, Кавказ, ну, не только Кавказ, да? Это не только Кавказ. Это много-много-много в России тоже. Культ силы, возведенный в абсолют. Да? И там любая мягкость воспринимается как слабость. Любая вежливость воспринимается как слабость. И, конечно, Москва и Петербург. В этих случаях образованные слои, которые нуждаются в диалоге. Новые сердитые, я пользуюсь, новые сердитые, я пользуюсь терминологией Павловского. Новые сердитые, которые хотят, чтобы их услышали. Вот тебе парень был, вот тебе был парень. Новый сердитый. Новый сердитый. Главный месседж, ребят, мы не быдло. Но как настроить диалог общероссийский, когда половина России, большая часть России, воспитана в культе силы, либо ты, либо тебя? Большая часть России. Ну, показательные расправы по итогам фейсбуковских скандалов, очевидно. Правильно. Но это будет по-сталински. Да. Если сделать по-сталински... Они смогут неркоплескать в фейсбук, понимаете? Даже если по-сталински. Так надо сделать по-сталински. Понимаешь, в чем дело? Ведь это же проблема огромная. Вот человек, наблюдатель, я сейчас захожу. Я сейчас захожу. Внимание, я сейчас захожу в ЖЖ. Смотри, Ксюнов. Сейчас. Мидия. Live Journal Rating. Сейчас. Я тебе специально не готовился. Как идет разговор, так я тебе и даю. Подожди, подожди. Так. Веселиться и ликует весь народ. Радулова. Значит, Бекки Шарп. Так далее, так далее. Где же у меня был... Где-то у меня был роскошный... А, вот, вот, вот. Сифидиол. 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 Это, значит, избирательный участок номер 6, Москва, хроника одного дня. Я не член партии Яблоко, и я вообще склонялся к нах-наху. Значит, ну, я склонялся, склонялся фотографии женщины. Ну, не важно, не имеет значения. А, нет, это мужчина в женском парике с крашенными губами. Мужчина в женском... Посмотри на эту фотографию, подойди ко мне, пожалуйста. Мне нужна твоя экспертная оценка. Это мужчина? Ой. Ой. Это мужчина в женском парике с крашенными губами. Это наблюдатель от Яблока. Мужчина в женском парике с крашенными губами. Сифидиол. Посмотрите, пожалуйста, он в топе ЖЖ сейчас. Значит, он описывает ситуацию. Он, я думаю, потому что он склонялся. То есть он по-мужскому, как мужчина, значит, спрягает глаголы. Ну, слушай. Рассказывает, как Яблоко... Сейчас я найду эту фотографию. Тут просто по фотографии очень видно. Как Яблоко берет на выборах Iron Moment. Яблоко берет 134 голоса, Единая Россия 128. То есть Единая Россия чуть меньше, чем Яблоко. Да? Чуть меньше, чем Яблоко. А потом он же показывает, этот мужчина в женском парике, он показывает настоящие последние протоколы, которые уже в большой комиссии. В большой комиссии. У Единой России вместо 128, 515. Вместо 128, 515. А у Яблока 4 вместо 134. 4 вместо 134. Это, конечно, трэш, трэш, трэш. Мразь, преступник, вор, колбас. И он называет по фамилии, кого он считает преступником. И пишет, колбас, преступник и так далее, и так далее. Да? Значит, как бы поступил Сталин в этой ситуации? Верного преступника и подтасовщика колбаса отправил бы на Чукотку в зону и убил бы в зоне. Убил бы в зоне. Да, и таких... И тот бы, который был бы преступник и подтасовщик. И таких надо человек 10 казнить по всей стране. Ну, 100. 100 человек надо казнить по всей стране. После чего либеральная тусовка взводит от счастья. Понятно, да? Да. После чего эти преступники, шепча имя Сталин, 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 будут агонизировать на барачных этих самых полках, там, или кушконках, или как это называется. Да? Угу. Значит, они с именем Сталина будут умирать на устах, да? Да. Потому что они за него приняли мученическую смерть. Нация будет спокойна и счастлива. И можно было при таких условиях спокойно сделать даже конституционное большинство. Но надо уметь иметь правильный диалог с обществом. Понятно, да? Я специально для вас на сайте Следственного комитета зашла. Что? На сайте Следственного комитета ни хрена колбаса не судят. Главные новости, да, там. Какая новость главная? Главное, сейчас в Москве по подозрению в получении взятки в крупном размере задержан первый заместитель начальника управления товарной номенклатуры ФТС. Что нужно в рамках управления и моделирования социальных процессов? Нужно верных, верных власти манипуляторов расстрелять, физически уничтожить. Уничтожить. Да. Поймать, физически уничтожить. Поймать, физически уничтожить. То есть сделать больше, чем хочет либеральная тусовка. Больше сделать. Либеральная тусовка хочет, чтобы были открыты уголовные дела. Значит, реально подойти и расстрелять. Бабах в затылок. Снесено полчерепа. До свидания. Еще, какая мразь еще подтасовывала? Ну-ка, дай сюда. Бабах в затылок, нет полчерепа. Понятно, да? Шея, шея делаю. Так всего это... Так внимание, сколько таких человек надо расстрелять, скажи мне? Ну, я думаю, 10 фактов наберется вот таких вот. 10 человек надо поставить в стенки. 10 человек надо поставить в стенки, чтобы либеральная общественность содрогнулась и поняла, что рука жесткая есть. Все. Все. Но это надо сделать, чтобы этот человек из новых сердитых не шел на площадь с целью заявить, мы не быдло. Надо сейчас реально посадить в тюрьму и замучить и убить в тюрьме 10 фальсификаторов. Конечно. Все. Социальные процессы снова становятся под контроль. Снова становятся под контроль. Понятно, да? Да. Шпильки встают обратно. Шпильки назад отправляются в дамский туалет. Понятно. Бажана Рынска отправляется в женский туалет. Дописывает колонку. Вы знаете, что она не хотела идти, она говорит, надо колонку дописывать. Ну, черт возьми, гражданский долг. Но почему этого не делает Путин? Ну, потому что... Почему этого не делает Путин? Я не знаю, ребят. Я не знаю. Обзор к печати. Погнали дальше. Так, поехали. Обзор к печати очень короткий. Так, значит, у нас пресса, конечно же, о вчерашних митингах, но в основном о том, который был на триумфальной. Все рассказывает, и Кашин в Коммерсанте, у многих очень репортеры там были, поэтому можно на любую газету открыть посмотреть. МК рассказывает о том, какие новые лица появятся на охотном ряду по итогам выборов. Оказывается, актер Машков и боксер Валуев будут заседать в Думе, возможно. Ну вот, совсем скоро мы узнаем эти предположения в МК. Еще из области науки астрономы впервые зарегистрировали потенциально обитаемую планету. Имя этой планеты Кеплер-22Б, или Би. И год на ней длится 290 дней. Расстояние от нее до Земли 600 световых лет. Так что можно расслабиться, пока не изобрели телепортацию. Это сегодня тоже все в МК. Московские новости говорят о том, что принят закон, который позволяет не оглашать полностью приговоры предпринимателям. То есть теперь судья сможет объявлять личные данные, а затем сразу приговор, не объясняя, каким образом он пришел к такому вот приговору. Более подробно смотрите в московских новостях. И еще про школьные обеды. Дегустация блюд для школьных столовых прошла без участия родителей и детей. Зато чиновники столичного департамента образования. Попробовали все. Это все связано с кормлением и вот с этим вот скандалом, когда не смог кремлевский вот этот вот дядечка из Конкорда накормить, да, школьников. Сейчас в московских новостях подробности. 9.30 новости, наверное. 9.33 минуты. Мы продолжаем. Слушай, я за это время наслаждался, пока вышли новости, я наслаждался чтением опять Бажены Рынской. Простите меня, потому что Баженочка настолько мне казалась всегда чуточку нежной. Она, правда, била мужчину в свое время электрошокером, как мы знаем, в баре. Ну, нельзя просто так. Он к ней сначала приставал. Он не то, чтобы приставал. Но он как-то там... Он к ней подошел. Развязано что-то. Он ей что-то предложил. Он ей что-то предложил. Исходя из его собственной оценки ее. И себя тоже, да. И себя. И случайно высокой, да, да, да. Высокой самооценки и ее, вероятно, не очень высокой оценки. И, конечно, субъективной. Ну вот. Он ей что-то предложил, она долбанул. Она сбегала в машину, взяла электрошокер или сумки там. Его долбануло электрошокером. То есть Бажена такая. Такая. Я еще хотел сказать, что Бажена продолжает воинственно... Смотри. Я лозунги не выкрикила. Я прочту ровно, как у нее написано. Я не митинговала. Лозунги не выкрикивала. Пока меня не стали хватать ОМОНовцы. Уже когда стали хватать, она стала выкрикивать. Просто вместе с другими снимала происходящее. У меня сложилось впечатление, внимание, что ОМОНовцы как-то вычисляли лидера. Ты поняла, что? Как-то вычислили, простите, не вычисляли, вычислили лидера. А вокруг меня всегда люди собираются. И шли хватать именно меня. А Бажена абсолютно серьезно пишет о том, что она была лидером вчерашнего протеста. Бажена Рынска, Бажена Львовна Рынска, известный светский обозреватель, который потом выручала Ксюша Собчак вместе с Малаховым. Значит, смотрите. У меня сложилось впечатление, это цитата из Бажены Рынской, что ОМОНовцы как-то вычислили лидера. На самом деле, на самом деле, Лимонов полагает, что он лидер. Немцов тешит себя отщетно, что он лидер. Понимаешь? Володя Рыжков, так сказать, там, единственный на квадратном километре умный, неглупый мужчина. Значит, думать, что он, вероятно, интеллектуальный, в любом случае, так сказать, там, лидер. А на самом деле, лидер с точки зрения ОМОНа и с точки зрения толпы, Бажена Рынска, и она, я напомню, она советует выкалывать глаза ОМОНовцам шпильками своих туфелек, а шли хватать именно меня. Они вычислили лидера, а вокруг меня всегда люди собираются, и шли хватать именно меня. Дальше она пишет. Думаю, в следующий раз шило с собой, может, в следующий раз шило с собой брать, чтобы изловчиться и глаз кому-нибудь из них выколоть. Бажена концентрируется на глазном яблоке. Почему так? Что это за аллюзия? На что указывает глазное яблоко в политике? Ты не знаешь? Можно много в таких параллелей провести. Во всяком случае, это я так не оставлю, она пишет. Фотографии тех, кто меня задерживал, у меня есть. Найду и перевешаю. Я читаю по тексту. Алло, ну что ты удивляешься? Нет, ты что думаешь? Нет, ну... Бажена Рынска, которую выручала Ксюша Собчак. Которая, нет, которая, конечно, конечно. И Малахов, которая сделалась вождем революции, пишет следующее. Внимание, послушайте меня. Думаю, может, в следующий раз шило с собой брать, чтобы изловчиться и глаз кому-нибудь из них выколоть. Имеется в виду ОМОНовцы. Сотрудники МВД. Во всяком случае, так этого не оставлю. Запятая, фотографии тех, кто меня задерживал. У меня есть точка. Найду и перевешаю. Фотографии перевешает. В коридор. Из комнаты. Дальше она распространяется, прости. Дальше она распространяется. В смысле подумаю, как втихаря отомстить этим двум пупсикам. Мысли странные. Первое, что на митинге надо ходить вооруженными. В шлемах и бронежилетах. Если они вооружены, то должны быть вооружены и мы, чтобы давать отпор. Я не знаю, как сдают сдачи таким бойцам, но наверняка есть партизанщина какая-то. Бензином сзади обливать и поджигать? Это спрашивает Бажана Рынска. ОМОНовцев бензином сзади обливать и поджигать? Не понимаю пока, как именно. Мужчины думать должны. Понятно, да? Мы теперь должны как-то вычислить их, когда они будут безоружными, и избить их или покалечить. Хоть бы какие-нибудь куклу с кланов состихийно зародились, каратели, стали бы вычислять бойцов спецназа, которые нападали на безоружных людей. Короче, без партизанской войны нам не справиться. Мужчины, давайте, организуйте карательный отряд. Все мы декабристы, декабрь на дворе, и это начало слабенькое, пока что арабского варианта. В верхах говорят, что Путин, хоть и давно оторвался от реальности, но все равно, там глагол, я не могу, ребят, в эфире, испугался, переведу. А с голых королей, которые не успели смыться, спускают шкуры, как вы помните исхода истории. Все, добить Путина, вот что говорит Бажана Рынска. Добить Путина, добить, дострелить. Она идет по кровяному следу. Бажена идет, Бажена, Бажена с айпедом, сняв шубу, с шилом, и в шпильках, как она сама заявила, значит, бежит по кровяному следу, а Путин улепетывает кустами, 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 теряя кровь, и главная мысль Бажены – добить. Нужны каратели, мужчины, нужны каратели. Что ты думаешь в связи с этим? Возможно ли появление гламурного шахидизма? Это же гламурный шахидизм. Да. Ну, Бажена Рынска уже давно обращает свое внимание общественности на… Нет, это шахидизм. На такие очень экстремальные… Как сказать, вот обычный человек, да, поймает тетку какую-нибудь на улице с авоськой. Мы имеем дело с исламским шахидизмом. Давно, давно, давно. Правда же, давно? Привыкли уже. Мы имеем дело с народной волей, которая, так сказать, в XII веке. То есть мы знакомы с народной волей, да? Да. Мы также знакомы, ну, и с методами, и все такое, да? Я всегда думал, что черный передел еще хуже. На самом деле, черный передел был очень мирным, и народная воля была не мирной никак. Значит, слушай, значит, черный передел, народная воля, и так далее. Потом, значит, это союз русского народа. Вообще, неслыханная вещь произошла. На самом деле, неслыханная вещь произошла. Союз русского народа и черная сотня слились с народной волей. Бажена Львовна Рынская, хорошая, умненькая еврейская девочка. Умненькая еврейская девочка. Выступает вместе с нацистами. И это впервые в русской истории за несколько веков. И зовет за собой даму с собачками. Это впервые за несколько веков. Понимаю, это абсолютно серьезная тема, да? Абсолютно серьезная тема. Послушайте меня. Юлия Латынина поддерживает нацистов в эфире либеральной радиостанции. Юлия Латынина поддерживает нацистов. Юлия Латынина поддерживает участие в нацистских митингах Навального. Она хочет, чтобы Навальный участвовал в нацистских митингах. Юрий Лужков, один из основателей «Единой России», поддерживает Навального на либеральном телевидении «Дождь». В интервью, в частности, Ксении Собчак. Ты знаешь, да, что Ксения Собчак, Тихон Зятко, Ксения Собчак, еще ряд людей интервьюируют Лужкова на «Дожде». Я не знала про Ксению, но... Ксения Собчак задает вопрос. И Юрий Лужков, Ксении Собчак, говорит, что он поддержит Навального, который участник нацистских митингов. Это необычно. Это следует осмыслить. Через минуту. 9.43, я сейчас найду вам место из Лужкова. Только вы меня не ругайтесь за то, что мне придется поискать. Сейчас тут подошло на «Дожде» сначала реклама. О, черт! Вдобавок, слышишь, рекламу невозможно перешагнуть. Да. Б-б-б-б-б. Рекламу невозможно перешагнуть. Они идут в тему прислания. Хотите, я зачитаю? Сейчас я перемотаю. Вот сейчас, сейчас, нормально. Нормально? Что это? А подтяните звучок еще. А, это за Лужков. И поэтому они выходят, выходят на улицы, на площади и выражают свое отношение к результатам выборов. Позитивно относятся к митингующим. Ну, протесты по выборам были всегда. Лужков, протестующих, приветствуют протестующих на «Триумфальной», приветствуют протестующих на «Чистых прудах» Юрий Михайлович Лужков, человек, который, человек, который с балкона Моссовета в 93-м году призывал расстреливать, ну, в смысле, ну, понятно, да? Репрессировать, репрессировать, по моей оценке. Я знаю, насколько он придирющий к словам и стараюсь быть очень корректным. Юрий Михайлович Лужков вместе с Егором Тимуровичем Гайдаром в 93-м году призывали к самым агрессивным, репрессивным действиям в отношении русского парламента, вы помните. Сегодня он приветствует вышедших против власти. Нарушения были и, по моим ощущениям, конечно, выборы должны были дать иной результат. Сейчас, секунду. Я вышел сам из этой партии. Сейчас, это он объясняет. Еще три. Если позволите, я домотаю до Ксюши Собчак. Я думаю, что при нынешнем мере оно будет работать всегда. Было заложено в планах движения на проспекте Сахарова. Нет, ну, по крайней мере, его позиция... Вот, про Навального, спокойно. Спокойно, возвращаемся. Возвращаемся. Юрий Михайлович Лужков, сторонник Навального. Возвращаемся к маленьким выездам на Триумфальной площади с Садового кольца на Тверской площади. Ну, хорошо, а вчера у вас не было желания посетить митинг на Чистых или сегодня на Триумфальной, как Стар, так сказать, с большим количеством вещей, горожан? Я посещал митинги только те, когда меня приглашали. То есть, если бы вас пригласили, то вы посетили? И в 91-м году я и сам организовывал митинги. Юрий Михайлович, если бы вас пригласили, вы бы посетили? Ксения Собчак. Если бы вас пригласили, вы бы посетили? Я бы решал вопрос, да. Подождите, что значит решал вопрос? Вы его посетили или нет, Юрий Михайлович? Слушай, мне нужно меня... Ксения Собчак настойчиво. В режиме дискретном. Если Лимонов этот митинг организует, нет. Если Удальцов этот митинг организует, нет. Если Немцов этот митинг организует, тем более нет. А вы знаете такого... Поэтому, поэтому, когда вы меня спрашиваете, вот, да или нет, отвечаете. Или не увиливаете, да. Ничего у вас из этого не получится. Я разумное существо. Я должен для себя взвесить. Это соответствует моим устремлениям? Это соответствует моим политическим целям? Или это противоречит? Или по набору вот этих самых деятелей, которые занимаются только митинговщиной и ничего за собой не имеют? Или по набору целей? А если бы Навальный был организатором? Тихон Зятко спрашивает. Я бы подумал. Понятно. Я бы подумал. Как вы относитесь к Навальному? Ксения Собчак одновременно? Я думаю, что он перспективен. По крайней мере, его позиция очень близка моему разуму. А какие именно аспекты его позиции? Ксения Собчак. Аспекты? Да. Очень просто. Оппозиционного плана. Нет, я имею в виду... По отношению к политической системе нашей страны. По отношению к власти. Я понимаю, конкретный вопрос. Националистическую идею вы поддержите? Категорически нет. Навальный в том числе является организацией русского марша и разделения. Каждый человек, каждый человек, это сложное, это сложное в психологическом, в морально-этическом и в политическом плане структура. Каждый человек не может быть определен одной краской. Не может быть окрашен какой-то один цвет. Вы сказали, что его идеи... Я хочу вам сказать по поводу национализма. Я не знаю, почему до сих пор власти не обратились в судебные органы с осуждением господина... Жириновского... Все, дальше он уходит. Все, ребят, просто дальше не отвечает. Чтобы вы понимали, да? Значит, дальше он долго рассказывает о том, что Жириновский нацист по правде. А, значит, он уходит от вопроса Ксении Собчак, как он относится к нацистским националистическим идеям Навального. Уходит. И, тем не менее, значит, здесь есть несколько смелых заявлений. Я существо думающее. Каждый человек сложная структура. И Навальный, Навальный, позиция Навального очень близка моему разуму, заявляет Юрий Лужков. Итак, смотрите, кто соединяется в новом каком-то дыхании, кто станет карателями Бажены Рынской? Карателями Бажены Рынской? Карателями Бажена Рынская называет, что нужно собирать мужчин-карателей. Мужчин-карателей. Каратели, которые выступят, догонят Путина, двигаясь по кровяному следу, и добьют Путина. Считает Бажена Рынская, что нужно добивать. Она идет по кровяному следу. Значит, я думаю, что такими карателями уже готов стать Лужков, который, значит, который счастлив от того, что идеи Навального близки его разуму. Но зато нацизм он не разделяет. Как вы знаете, а Навальный товарищ, хороший товарищ, хороший товарищ, Костя Крылова, который называет себя нацистом открыто. Просто нацист, он говорит, я нацист, русский нацист. Да? Я русский нацист, говорит Костя Крылова. Вот. Это они стоят, фотографируются вместе с Навальным и так далее. Значит, Лужков с Навальным. Но он не нацист Лужков, потому что, как вы знаете, он ходит и в мечети, и в синагоги, и все такое. Значит, это сложная конструкция, я бы сказал. Это сложная конструкция. Она же очень просто объясняется. То есть, это объединение вокруг разных созданий коалиции. Ребят, после 10. Сейчас мы звоним на биржу. Потом мы звоним на единую электронную торговую площадку. Потом мы говорим о движении. Потом у нас новости. Пожалуйста, после 10. Давайте обсудим эту сложную конструкцию. Смотрите. Ксюша Собчак, Юрий Михайлович Лужков, Бажена Рынска на шпильках, нанизывая на шило и на шпильки собственных каблучков глаза ОМОНовцев, Навальный, Костя Крылов, который объявляет себя нацистом, Навальный, который организует русские марши и ходит на русские марши вместе с нацистами, все вместе, вместе с Юленькой Латыниной, которую бил Костя Крылов по ее же собственным прежним утверждениям, а теперь уже не бьет, а теперь ее решительный сторонник. И все это вместе представляется нам чуточку сложной конструкцией, которую нужно как-то вот в собственный мозг кусочком уложить назад, потому что вместе они как-то не укладываются. Не укладываются. Все, звоним на биржу, погнали. Лев, как-то я разочарован, вчера как-то задышал вдруг Нью-Йорк, а потом скис-кис-кис и пошел в минуса, а? Ну, по всей видимости, все-таки все ждут итогов саммита ЮС и поездки господина Гейтнера по Европе. Да? Да, потому как, действительно, быки предприняли вчера хорошую попытку, и даже в РТС утром пытались на самом открытии, утром пытались какие-то, конечно, вещи предпринять, но на фоне всех событий, которые у нас на политической арене происходят, все-таки решили просто пока продавать. Угу. Все равно должно быть, действительно, я думаю, просто приберегают пока у нас и регуляторы, и монетарные власти какие-то новости. В принципе, сейчас любое позитивное событие, например, программа Меркель и Саркози, может быть воспринято, вернее, ее утверждение может быть воспринято очень позитивно, но скорее все-таки не на неделю-две, как это бывало раньше, когда-то учебника. Ладно, ну что вы сегодня, чего вы ждете сегодня? Да, не два дня, может быть, перетих на рынок. Что вы сегодня ждете? Зализывать рано будете? Что вы будете делать? Ну, российский рынок, на самом деле, скорее всего, будет все-таки готовиться к отскоку, если, конечно, спекуляции, именно спекуляции вокруг политических строительств не продолжатся, то у нас внешний фонд в целом все-таки довольно позитивен, сырье на высоких уровнях, доллар чуть-чуть, конечно, набирает сейчас последний момент, хотя нет, на самом деле... 1-34-19, 1-34-19, да-да-да, вернулся назад. Лев, а вы бы хотели, чтобы Путин увел танки или, наоборот, пустил оппозицию всюду ходить? Вот что для инвесторов было бы лучше? Все-таки для инвесторов самое главное – определенность. Определенность, то есть, чтобы пропердолил по полной сразу и окончательно. Тогда можно дальше спокойно покупать продавцы. С другой стороны, если он слишком избыточно бы пропердолил бы, то все бы сказали, избыточность свидетельствует о его опасениях и, следовательно... Да. Понимаете? Если опять начнутся продажи. И не пересолить, и не недосолить. Вот, скорее всего, в меру посолить. Понимаете? Спасибо вам большое. Да, и в этом нужно убедить очень много людей. Да, да, да. Нужно убедить в силе очень много людей. 9-54, погнали дальше. Подъем. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Я Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, как у вас? Доброе утро. По имени, что госзаказы сегодня рост плюс 2,5 почти до уровня 440 пунктов. Среди лотов сегодня рекомендуем предпринимателям следующие. Тиражирование газеты на западе Москвы, так называется, на 25 миллионов рублей, как эта типография может выиграть. Да. Поставка бензина в госнаргоконтроль на 50 миллионов рублей, поставка путевок в санатории Крыма для ОЭК, объединенной энергокомпании, на 15 миллионов рублей, доставка почты в войсковую часть 43753 на 166 миллионов рублей. Ну и напоминаем, что участие в электронных торгах это, в принципе, самое экономически обоснованное выражение гражданской позиции. Спасибо, спасибо, спасибо большое, Андрей Черногоров с нами и теперь в движении, погнали. Проспект Мира стоит до Третьего Кольца, так, это пишет нам 62-й. Ой, откуда вы о дожде знаете? Вы же ТВ не смотрите, поймал меня 88-й. 88-й, а не надо меня ловить, я в интернете живу просто, я живу, я сегодня... Вы 88-й даже не представляете себе степень моей жизни в интернете. Сегодня в 4 утра, когда я спал, одна из пользователей с интернета скинула мне, например, ретвитмата президента Медведева, а уже в 5.15 я, сидя на унитазе, размещал пост у себя в Фейсбуке. Для этого не надо смотреть телевизор, достаточно сидеть на унитазе, поверьте. Я клянусь, во сколько я выложил, 5.20, когда я сидел на унитазе, я забыл. Слушай, значит, нет, нет, не надо смотреть дождь, просто надо быть в интернете, ты все там видишь, там есть все, в том числе кусочки... Ну, 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 ребят, чего, не надо ерунды. Ладно, так, из Навального делают лидеры. Ленинский в область, километра за два Дамкат, стоит наглухо, сообщает 85-й. Дмитровка свободна в центре, в область тоже, в 88-й заметил это удивительное событие. Алло, здравствуйте, слушаю, где едете, что видите? Здравствуйте. Доброе утро вам всем, Томас вас беспокоит, значит, в сторону города, в центре Ленинске, нормально, рабочее движение, прям до Гагарина, а в область подтверждают, там, какую-то караву. Спасибо, Волоколамка толкается от реки Сходня до тоннеля около Маис, пишет нам Иоанн, спасибо, Иоанн. 7-8-8-107-0, 7-8-8-107-0, алло, здравствуйте, в движении, да, слушаю вас. В Вишняках все плохо, на Новгейском мосту авария и на мосту в сторону Рязанки авария. Держитесь изо всех сил, хорошего дня вам, спор, Светлана Матвеева. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Десять часов, четыре минуты, среда, седьмое декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Анастасия Аношко, ведущая этой программы, здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Настя, и вот что, слушайте, давайте, танки не нужны, нужно строями фекалий разгонять. Я говорил о том, нужны ли танки на улицах для инвесторов. Дело в том, что сегодняшние ведомости вышли, сегодняшние ведомости и сегодняшний коммерсант сказали, что вчерашние биржи русские подприлегли так на 4%, там серьезно подприлегли, потому что появились митинги оппозиции и появилась неуверенность в стабильности власти. Я сейчас объясню, биржи всегда циничные, биржи всегда... Хочется сказать так, come on. Биржи, come on. Ну нет. Нет, минус 4,62 я вижу, РТС, минус 4,62 процента, вот я смотрю на Яху, значит, и там Блумберг, могу, все, не важно. Вчера хоть секунду, вы сомневались в стабильности власти? Я нет, я сомневаюсь в стабильности власти как парадигмы развития через два года, но я не сомневаюсь сегодня. Через два-три года, я думаю, если ничего нового не появится, вот в этой парадигме, вот в этом, эти рельсы едут в тупик. Эти рельсы едут в тупик, окей. Но через два-три года, не раньше. Поэтому я с точки зрения именно инвестора, простите, так сказать, рассуждаю, да? То есть абсолютно-абсолютно цинично и алчно, я бы сказал, да? РТС, минус 4,62. И говорят, что Путин то ли не додавил, то ли передавил. Вот тут, кстати, непонятно. Потому что если не додавить, то инвестор скажет, что а что это Путин не давит? Что это? Сил нет, что ли? А если передавить, то инвестор скажет... Слушайте... Это свобода? Нет. О, Господи! Да, я посморкаюсь, слово свобода. Где свобода нарисована? А что же ты скажешь, что... Инвестору свобода никогда ни разу не нужна ни одной секунды. Я не знаю, что ли. Послушай меня дальше. Послушай, какая свобода? Что-то смеешься на ночь. Послушай, наоборот, где не свобода все переходят. Все переходят в Гонконг и в Сингапур, где по-настоящему все жестко. Слушай, я сейчас продавил. Значит, нет. Если Путин не додавил, о-ля-ля, он слабый, инвестор скажет. Если Путин передавился, скажут, что-то он передавил. Видать, он знает больше нас. Он знает больше нас. И, видать, совсем ему кранты. Понимаешь, да? Ну, вот если там авиацию напустить на Бажену Рынске, на Бажену Рынску, напустить авиацию и танки, то инвестор скажет, так, мы-то думали, что это просто гламур. Светская обозревательница. Светская обозревательница, которая... Это смешно. А вот он-то все-таки же умный, и он же напустил на нее танки. Значит, это охренительно опасно, надо отсюда валить. Поэтому важно, важно давить оппозицию таким образом для инвестора, чтобы и не недо, и не перья, а вот аккуратно, вот ровно в десяточку попасть. Понимаешь? И Лев Быстров говорит, что это дело в высшей степени деликатное. В высшей степени деликатное. Понимаешь? То есть давить надо в меру. Ну, мы и дали наш рецепт. А? В меру. В меру. Знает меру достаточного. Знаешь, кто по-китайски? Так. Нет. Даже предположим. Знает меру достаточного. Любое животное, Сергей. Знает меру достаточного? Кто? Паук. Почему я сегодня в пауках? А, знает время и место. Знает время и место. Запятая знает меру достаточного. Паук. Конечно, я сегодня с пауками нефритовыми. Да, поэтому. Слушайте. Жидеитовыми. Сегодня с жидеитовыми, нефритовыми, разные у меня пауки. Я весь в пауках сегодня, потому что они знают меру достаточного. Слушайте, прежде чем мы вернемся к либерально-нацистскому подполью, либерально-нацистское, западническо-нацистское подполье, как феномену современной русско-политической жизни, я хотел еще рассказать о странных наших. Вот наши дети, наши, вот эти, которые были против, значит, против либерально-нацистского подполья. Так называемое молодежное движение. Молодежное движение наше. Просто, ребят, чтобы улыбнуло, надо же утро начинать с чего-то улыбнутого такого. Давайте сначала мальчика послушаем, а уж после девочку. Давайте мальчика послушаем. Значит, накануне, ну там были специально тренированные наши, там на манежке, в какой манежке, на триумфальной. Вероятно, значит, они думали, что к ним подходит телевидение, а к ним подходили разные люди с камерами, и они честно рассказывали всю правду. Вот наш, наш мальчик с хорошим, очень малоинтеллектуальным лицом, с малоинтеллектуальным лицом. Ну, хорошее. Ну, хорошее, очень чистое лицо, очень чистое лицо, и беспорочное. Ну, и малоинтеллектуальное. Значит, вот это мальчик, который рассказывает, и это выкладывает Костя Крылов, по самоназванию нацист, который тоже вместе с Бажиной Рынский, значит, сейчас выступает критически с оппозиционных позиций, если позволите. Вот я сейчас вам дам этого мальчика, послушайте, какая прелесть. Он вспоминает, что Единая Россия сделала для Родины. Сейчас, подожди, где тут у меня включал-ка-то? А-а-а, о. Я Пятницкий Максим приехал из города Думы. Он приехал из Тула. Единая Россия сделала для Российской Федерации очень многое за время правительства в Думе. Например, она очистила Российскую Федерацию от подпупных чиновников. Второе, это то, что население, численность населения Российской Федерации во многом возросла. Ну а третье, это... Блин, он говорит, забыл. Честно, забыл. Первое, что сделала Единая Россия, это очистила Российскую Федерацию от подкупных чиновников. Второе, но он даже эти штампы настолько не знает, что он путается в ударениях. Второе, что Российская Федерация во многом возросла демографическое. Демографическое во многом возросло. Население демографическое во многом возросло. И третье, и третье... Блин, забыл, он говорит. Блин, забыл. Блин, ребят, я забыл, блин. Он говорит, ему говорят, его успокаивает снимающий, говорит, ну пусть будет два достоинства. Он говорит, ну ладно, пусть будет два. Это мальчик из Тулы, он называется здесь, у него есть имя, Максим Пятницкий. Хороший человек, и у него действительно очень чистое лицо, если вы посмотрите, абсолютно обворожительное. Девочка чуточку кокетничает. Светочка из Иваново. Она чуточку кокетничает, и сейчас вы послушаете. Ну она абсолютно тоже прелестная, это скажем, чемпионски прелестная. Я почему первое место у девочки, конечно, Светочки. Света лучше, чем Макс. Она лучше Макса. Да, она делает еще такое лицо. Она делает, она играет. Я ей прочь у большого будущего. Я ей прочь у блестящего будущего. Послушайте девочку, она приехала вот от движения нашей. Из Иваново. С Иваново. Нет, почему, из Иваново. Нет, она говорит с... Давайте послушаем, давайте послушаем, приглашаю. Угощаю, братцы. Что-то вкусное с утра должно быть, правда? Меня зовут Светлана, я из города Иваново. Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику. Мы стали более и лучше одеваться. Не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо. Что именно в сельском хозяйстве? В сельском хозяйстве стало больше земель. Много, ну, я не знаю даже, как сказать. Засеивают больше земель. Овощи там, рожь, вот это все. Так как у нас страна многонациональная, у нас в Москве очень много людей, которые очень помогают нам. С других городов. Вы считаете, это тоже достижение? Да, это большое достижение. Очень хорошее даже. У нас в Иванове очень хорошее стало медицина. А что еще? Мы душ, гости в городах хорошие. Живем, никаких проблем. Люди помогают очень хорошо. Ну, нет, главное, что начала она все-таки с дорогой. Ей вещи, что стали одеваться лучше. Лучше стали, существенно лучше. Само начало. Такого раньше не было, как сейчас. Мне кажется, нет? Сейчас, по-моему, возвращается во многом мода 50-х. Поэтому милое дитя просто не знает, что раньше такое было, конечно. Послушай, еще раз, секунду. Меня зовут Светлана, я из города Иваново. Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику. Мы стали более лучше одеваться. И не было того, что сейчас. Все. Мы стали более лучше одеваться, не было того, что сейчас. Она сказала, мы стали более лучше одеваться. Нет, мы стали более лучше одеваться. Ну, ну, хорошо, хорошо, не будем спорить. Послушай, она блистательная. Она блистательная, я ей порочу блестательную будущность. Теперь, когда Слизко уходит из парламента, хорошо бы, чтобы Света села на ее место. У нас есть ткачиха из Иваново, а еще будет Света из Иваново. Светонька, Светонька. Ты понимаешь, ну, просто счастье мое, Светонька. Ну, скажи, как классно. Ну, скажи, как классно. Нет, ну, с одной стороны, а с другой стороны, вот ровно они, вот эта Света и вот этот Макс, по существу выгнали с Триумфальной вчера оппозицию. Ну, потому что оппозиция нет, но я тебе объясняю, да, 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 да. Оппозиция пришла и бочком-бочком ушла. Вот эта Света там стояла, вот этот Макс стоял, вот они тупенькие, пустенькие, пустенькие. Но каким-то нутром они чуют, что вот как-то более лучше стало одеваться, более лучше стали. Ну да, вы с ними стих нельзя упрекнуть, но в отличие от оппозиции, Сергей, мы с вами разговаривали. Да, да, да. Нет, говорить с ними не о чем, послушай меня, если бы меня пригласили с ними поговорить, например, дольше, чем 20 секунд подряд, я был бы удручен. Вы бы их, Сергей, могли бы так запутать. Нет, ну, международно, больше, чем 20 секунд подряд я не смог бы с ними разговаривать, конечно, абсолютно, да, да, да. Оппозиция пришла сама? Сама пришла оппозиция. А эти что, в кандалах, что ли, привезли? Эти тоже захотели? Нет, эти захотели ехать. Этих привезли, Сергей. Их захотели? Да что ты говоришь? Да пригласили в Москву, они поехали в Москву. Алло, алло, автобусами привезли. Автобусами, да, привезли. Но там, кто им сказал, на факультете, тебе на факультете говорят, где-то там, так сказать, в их ПТУ. Да, в Москву хочешь? В Москву хочешь потусить, потусить концерт и митинг. Да, 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 да. Че? Митинг. Алло, ты что, не понимаешь, что они сами поехали или нет? Я знаю такого одного человека, который в ПТУ. Ты же не рассказывала об этом. Так он же сам поехал. Да, да, да. Ну что, в кандалах повели, что ли? Да, да, да. В кандалах повели? Нет, сам поехал. Ну. Он знать не знал, куда они едут, зачем они едут. И говорит, что ну вот он все-таки пришел, он бы никогда сам в жизни не выдвинулся и не пришло бы ему в голову. Настя, знаешь, что ты сейчас разговариваешь, как меритократка, которая защищает тупенький народ от негодяев-соблазнителей. Они сами поехали. И твой друг из Петербурга сам поехал. Вот он ровно такой, Настя. Ну он такой, Настя. Ну что ты сейчас облагораживаешь своего друга из Петербурга? Да, облагораживаешь. Ну вот козел и есть, послушай меня. Ну он взял и поехал, потом стал распинаться, что он дурак. Так он дурак был с первой секунды. Он был рожден дураком. Он был выписан из роддома с диагнозом дурак. Дурак. На лбу у него татуировка. Дурак. Теперь ты говоришь, что его обманули. Неправда. Он сам поехал. Никто его не обманывал. Не надо придумывать ерунды. Понятно, да? Не надо придумывать ерунды. И в гроб его положат с огромной белой вот такой лентой на лбу. Дурак. И в эту надпись все будут целовать. Такие же идиоты, как он сам. Понятно? Ну хорошо. Спасибо. Ну тогда ты уж сами можешь сказать и про оппозиционеров. Оппозиционеры пришли сами. Оппозиционеры пришли сами. Один позвал, там кто-то в фейсбуке сказал, пойдемте. Оппозиционеры тоже очень разные. Оппозиционеры очень разные. Пришел человек, который вот у нас был, белый воротничок, который говорил, нам рассказывал. Я, говорит, пришел заявить, что я не быдло. Точка. Значит, с ним надо вступать в диалог. Пришла Бажана Рынская, которая сказала, что нужно организовывать карательные отряды и уничтожать безоружных полицейских в момент, когда они слагают в себя форму, их уничтожать физически, убивать. Мужчины должны создать карательные отряды, отряды карателей. Говорит Бажана Рынская. И она пойдет с шилом, чтобы выкалывать глаза ОМОНу. Она заявляет. Бажана. Ну что, ну что, ну что. Ну просто тебе объясняю. То есть оппозиционеры очень разные. Они разные, но я вижу... Там нацисты, нацисты, нацисты. Крылов, Навальный, нацист. Вы среди оппозиционеров вот таких косноязычных людей не найдете, Сергей Каприевич. Нет, конечно. Знать не знают, зачем они там вообще находятся на этой улице. Нет, там есть пара сумасшедших, но не важно. Да, я согласен с тобой. Я согласен с тобой, что более обоснованная мотивация, конечно. Конечно. Так и ценность, и качество людей другое. Ну согласитесь. А-а. Как? А-а. Качество. Три раза. Всегда побеждает в момент вот таких вот волнений, побеждает эмоция, а не интерес. Что значит качество? Нет, мамочка. Что ж ты считаешь, что если бы против них выступили 10 нобелевских лауреатов, то они бы победили? Да фиг там. Да просто фиг там. Я тебе объясняю. Побеждает эмоция, а не рация. То есть ты считаешь, что если, значит, взять 10 тысяч наших, то они равны тысяче, тысяче интеллектуальных оппозиционеров, а те равны 10 нобелевских лауреатов? Нет, это неправда. Абсолютно неправда. Так 10 тысяч они все и решают. 10 тысяч решают. А никак не тысяча. Да, то и тысяча, да. Нет. И не 10 нобелевских лауреатов. Пригласить 10 нобелевских лауреатов и скажи, значит, опрокиньте толпу. Хрен там они что опрокинут. Жизнь устроена тем, что нобелевские лауреаты работают в долгую. А в момент вспышки работает эмоция, которая опускается вообще на осязательный уже даже уровень. Не на эмоциональный, а на осязательный. Еще ниже уходит. Понятно, да? То есть на ощущение шероховатости, вязкости, липкости и так далее. Понимаешь? Вот куда уходит толпа. В ощущение абсолютно инфузории туфельки. Понимаешь? Ну и все, ну и все. И побеждает инфузория туфелька всегда. Не знаешь этого? Хорошо. Слушайте меня. Значит, давайте же вернемся. У нас была в 10 минут реклама, конечно, нет. Ну и черт с ней. Значит, давайте же вернемся к либерально-нацистскому подполью. Давайте. Вернемся к либерально-нацистскому подполью. И я обосновываю свою мысль. Нацисты, нацисты по самоназванию, внимание, это не ругательство, по самоназванию нацисты. Наци. Нацисты. И националисты. Некоторые по самоназванию не говорят, что они нацисты, но они вместе тусят с нацистами. Националисты и нацисты. А также либеральная, прозападная московская интеллигенция слились в едином движении. Да. Повторяю. Она сказала, что я умненькая еврейская девочка. Умненькая еврейская девочка, по самоназванию, Бажана Рынска, призывает своих сторонников, а там либералы и нацисты, создать карательные отряды, которые будут уничтожать полицейских в быту, когда полицейские будут без оружия. По одному их стрелять. Понятно, да? Объясните мне, пожалуйста, этот феномен. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Давайте говорить. 7-8-8-107-0. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. О-ля-ля, что-то у меня звук, что ли, нет? Алло. Алло, да, звук-то есть. Есть, есть, есть. Вот он, да-да-да, есть, есть. Приветствую вас, Сергей Анастасия, меня Дмитрий зовут. Да, Дмитрий. Ну, я хотел, как бы, ну, такую позицию, что Россия, наверное, в ближайшем будущем должен появиться какой-то лидер, и, может быть, сама Россия страстно этого желает, потому что вокруг, ну, как вам сказать, сполохи, то там революция, то там через Твиттер распространяется много информации, призывающей. Вот, и как бы россияне, может быть, пытаются не отставать, может быть, так. Скажите, а из существующих людей, то есть вы ищете новое лицо, или из существующих людей кто-то может видоизмениться таким образом, что будет удовлетворить вашим требованиям? Ну, скорее всего, это новое, потому что... Существующие люди, соответственно, и люди прошлого поколения, как бы, уступают, но люди прошлого поколения уже не способны подняться и прийти на какое-то там наступление. Нет, да? Вы ждете абсолютно, кратко, давайте, чтобы много людей. Значит, вы ждете абсолютно новое лицо. Вам нужно новое лицо. Современные, не способные к трансформации, таким образом, чтобы удовлетворить требованиям позвонившего. Все, вот я суммирую. Давайте, 788-107-0. Ребята, чтобы побольше народу позвонил. Алло, здрасте, да. Здравствуйте. Да, как вас зовут, здрасте? Меня зовут Алексей, ну, вот я как раз отношусь с националистом. Да. Значит, по поводу нового лица... Слушайте, подождите, Алексей, Алексей, вы националист, да, слушайте? А вам нравится, что вот, значит, вот, сочи либеральная западническая интеллигенция к вам подвалит? Не очень, я думаю, это временный союз, который спадется, это просто против власти, так получается, объединяются разные, абсолютно разные структуры, да. А потом, послушайте, внимание, Алексей, еще вопрос, слушайте, еще вопрос. А вот среди националистических людей, да, я слышу, что если, например, вы опрокинете власть, националисты, вместе с западными либералами, то они вас оседлают, потому что у них лучше связи в мире, что они, ну, они оседлают вас, потому что они всегда вас оседлают и точка. Ну, как вы относитесь к этой идее? А, вот здесь совершенно возможно все, честно говоря, я трезвомыщийся человек, возможно все. По поводу нового лица хотел бы сказать, Дмитрий Рогозин, как вам? Дмитрий Рогозин осторожен. Согласен, да, осторожен, поэтому он еще и более-менее, как бы, как показан по телевизору, да, может высказывать свое мнение и, в принципе, не... Не, он просто оторвался, он оторвался во времени, вы понимаете эффект отрыва во времени? Я говорил с ним здесь, на нашей станции, ну, как бы, в кулуарах, мы, правда, не договаривались, что я это скажу в эфире, но Дмитрий Рогозин сказал мне, старик, я, говорит, ошалел от того, что я теперь самый консервативный националист. Ну, в смысле, не консервативный, а самый, ну, то есть, он считает, что радикализация достигла такого, что он, типа, самый осторожный сделался. Так и есть, в принципе, да. Он во время не осторожный, потому что он сидит в Брюсселе, из-за этого, только из-за этого. А вам интересен еще один момент, вам интересны расценки на наших и на молодых, вот, кто там стоит, молодая гвардия, наш, я могу, на самом деле, сказать, сколько это стоит. Ну, скажите, а как мы проверим? Да никак, можете мне понять, но это на самом деле так, 3000 рублей за человека дается старшему, и 500 рублей доходит до вот Цвет, Маш, Даши, тех, кто там стоит. Ну, слушайте, когда я нанимал митинг в поддержку Лужкова, я нанимал митинг на ВДНХ, выстраивал 200-300 человек, это стоило по 200 рублей на рыло. Ну, цена растет инфляция. Чучка инфляция, да? Ага, 788-1070, 788-1070, но это, конечно, требует доказательства, это, конечно, требует доказательства. Я организовывал митинг в поддержку Лужкова. И в итоге... Че? Ну, не я платил, не я платил, там какие-то, так сказать, политтехнологические были люди. А есть вот разница, за деньги люди выходят или просто выходят? Оппозиция вышла просто, никто никому ничего не платил, а эти за деньги. Это значит, что если им не платить, они не придут. Мать, ну почему ты сразу все принимаешь? Вот мне нравится аножка, аножка, сиди сюда, аножка, подожди сюда, смотри на меня, честно только. Смотри на меня, не отводи глаза, не отводи глаза. Скажи мне, пожалуйста, почему ты прямо говоришь сразу да? То есть есть такая буква в этом слове. Ну, как твоя фамилия? Твоя фамилия Аножка, а не Якубович. Че ты радуешься? Вот он сказал тебе, ты такая, вот, видите, они за деньги? Ну, откуда ты знаешь? Я знаю тоже, что они за деньги. Ну, откуда же твой питерский знакомый бабло получил? Нет. Нет. Аножка имеет опыт. Внимание, сейчас я обращаю внимание аудитории. У Насти Аножка знакомый, знакомый приезжал из Питера на такую тусу от наших, на автобусе их возили. Знакомый. Он приехал бесплатно, и Настя Аножка знает от хорошо доверенного человека, друга семьи, что он приезжал бесплатно. Еще один человек по имени Алексей позвонил только что в эфир и сказал, что им дают по 500 рублей нарыва, а организаторы забирают остальное, верно? Да. Настя не верит своему знакомому, Настя не верит другу семьи, Настя верит случайно позвонившему. Настя, спасибо, как я тебя люблю, как ты умничка, все ты сейчас мне объяснила, все, правильно? Потому что ты знаешь ответ в конце учебника, потому что ты подгадываешь ответ в конце учебника, потому что ты часть эмоцию. Включи рацию, попробуй включить рацию, пожалуйста, ладно? Обзор печати. На Триумфальной площади подавлена акция протеста против результатов выборов. Так открывается сегодняшний Коммерсант. Кроме того, ведомости Коммерсант считают, что обвал, так называемый обвал рынка вчерашнего российского произошел именно из-за этого. На 4% упали наши индексы, но не все эксперты разделяют это мнение. Есть еще информация о бензине. Многие заметили, что кое-где бензин стал стоить дешевле. В этом случае в ведомостях статья по этому поводу эксперты предупреждают, что в январе цены на бензин, скорее всего, повысятся. Ну, выступления, всякие протесты не только у нас происходят. Новые известия рассказывают, что в КНР предрекают рост экономики страны, но на всякий случай готовятся к массовым беспорядкам. Как оно там, можете посмотреть в новых известиях. МК рассказывает нам про то, какие новые лица появятся на охотном ряду по итогам выборов. Ну, это, наверное, все. Сейчас 10 часов 30 минут новости. Так, смотрите, у нас есть, значит, Песков, который, пресс-секретарь Путина, который сказал, что, типа, будет Путин Second Edition. Новое издание Путина. Вот. Таким образом, мы сейчас имеем дело с неизданным. 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 А? Он неиздан. Он неиздан. Он совершенно неиздан. Все, что мы видели перед этим, было прикол. Да. А сейчас начнется, собственно, кино. Вот. Песков возвещает в BBC. А я всегда верю русским, которые говорят для иностранцев, потому что русские иностранцам говорят правду. Такая редкая особенность русских. Ну, да, ну, да, ну, да. Ну, вот, слушай. И, значит, и что Путин выйдет вторым изданием. А еще Лужков на дожде, значит, нахваливает Навального. И Ксюша Собчак его спрашивает в лоб, говорит, а то, что Навальный националист, ну, и ходит на нацистские вот эти мероприятия, и их организует и так далее, это как? Это ничего? Лужков говорит, что ничего, но идея очень интересная у Навального. Ну, ничего, пусть, кажется, но... Ну, Лужков против нацизма. Ну, он говорит, что да. Насколько я понял, Лужков против нацизма у Навального, но зато все остальное за. А что же остальное? Это борьба с коррупцией, вероятно, да? Идеи близки его разуму. Идеи близки моему разуму, говорит Лужков. Вот, Бажена Рынска предлагает мужчинам, настоящим мужчинам, создать карательные отряды и убивать, если я правильно понимаю. Нет, калечить там было. Калечить, да? Да. Ну, подожди, ну, извини, ну, ты же... Убежать там не было, хотя... Ты уверена, ты уверена, ты уверена? Линия, да, прослеживается. На... Бажена такая... Нет, вот, собака-кусак. Ну, подожди, ну, дай прочитай. Нет, все, 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 все. Подожди, подожди. Бажена Рынска. Думаю, в следующий раз Шила с собой брать, чтобы из ловщицы глаз кому-нибудь из них выколоть. Она говорит об ОМОНе, о милиции. О полиции, простите. Во всяком случае, так не оставлю фотографии тех, кто меня задержал, у меня есть. Найду и перевешаю. Ну, она потом говорит, что... Подумаю, как втихаря отомстить. Но она же дальше говорит, что... Подожди, подожди. Мужчины думать должны. Да. Первое, что... На митинге мысли. Первое, на митинге надо ходить вооруженными. Если они вооружены, мы должны быть тоже вооружены. Так, так. Наверняка есть партизанщина какая-то. Бензином сзади обливать и поджигать, спрашивает Бажена. Мужчины... Не понимаю пока именно как. Мужчины думать должны. Бензином сзади обливать полицию и поджигать, спрашивает Бажена Рынска, светский обозреватель. Дальше. Они тащили нас безоружных. И теперь мы должны как-то их вычислить, когда они будут безоружными. И избить или покалечить. А, прости, не убивать. Нет, убивать пока нет. Значит, что предлагает Бажена Рынска? Не убивать. Нет. Обливать бензином и поджигать? Ну, ни в коем случае не убивать. А просто обливать бензином и поджигать. А также поймать их безоружными и избить или покалечить. Каратели. Должны появиться каратели. Стали бы вычислять бойцов спецназа, которые нападали на безоружных людей. Призывают. Короче, без партизанской войны нам не справиться. Бажена Рынска. Мужчины, давайте, организуйте карательный отряд. Предлагает, предлагает Бажена Рынска. Значит, вот это все вместе, вот это все вместе, это все вместе новая реальность. Нацисты, нацисты и либералы-западники представляют собой единый лагерь. Мне тут пишет народ, говорит, Маша Гайдар еще подъедет, подружка Навального, вольется в нацистское движение и все будет хорошо. И все, и все хорошо. Если хотите последние новости о Навальном, то он обжаловал решение об административном аресте. Какой он молодец. 788-1070. Либерально-западническо-нацистское подполье. Теперь реальность или что это? Или это абсурд? Алло, здравствуйте. Нам звонил один националист, хорошо бы еще западник кто-то позвонил. Добрый день. Здравствуйте. Ну, вспоминая, скажем, события 19 века, мы видим, что это не либеральные девочки и, как вы говорите, нацисты, да? Это просто девочки из еврейской семьи чувствуют людей, которые придут к власти. Вот они первые прочуяли, что за этим и будущее. То есть это как бы флажок, указывающий, вы считаете, на перспективное... Женский инстинкт в данном случае скорее сработал. Бажена как фертильная самка чувствует, за кем победа и идет к нацистам. Ну, интересная мысль, да, может быть, может быть. Может быть, может быть, чтобы... Хотя у Бажены есть круг, я так поняла, свой там, в смысле надежности. Да, 7-8-8-8-7-0, я продолжаю принимать звонки, да. Здравствуйте, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Варвара. Варвара, здрасте. Да, по поводу нового человека, ну, власти, мне кажется, что это будет все повторение нашей истории. Ой, да. Придет к власти Ленин. А мы влюбимся, а мы влюбимся, а потом проклянем. Да-да-да, и так что ничего хорошего. Мне кажется, что это должен быть все-таки человек, который живет в наших реалиях, но может быть очень богатый и умный. Слушайте, а вот это вот соединение либералов-западников с нацистами вам не кажется противоречивым до известной степени, нет? Да это изврат вообще просто. Изврат. А кто кого оседлает в конце? Ну, однозначно еврей. Ха-ха, спасибо вам за веру, за веру. Я в ум. Она верит в интеллект. Я объясню, потому что евреев наделяют интеллектом привычно, и это справедливо, и это справедливо, да? И она говорит, ум победит грубую силу. Разум победит глупую силу. Варвара, аплодисменты. Слушайте, давайте голосовать и говорить одновременно. Давайте, давайте голосовать. Слушайте, объединились, и это уже факт, либералы-западники, прежде непримиримые враги и нацисты, да, русские нацисты, они объединились. И это уже просто знамение времени. Уже ушки топориками не надо делать, как я делал ушки топориками, когда Юля Латынина расхвалила нацистов и нацистские митинги, на которые ходит Навальный, которые он организует. Значит, Юля Латынина, которую, собственно, друг Навального, Костя Крылов, бил, как она сама мне говорила, и Венедиктов мне говорил, что Костя Крылов избивал Юлю Латынину по лицу. Значит, Юля Латынина при этом Костю Крылова теперь оправдывает, потому что он рядом с Навальным, он охренительный нацист. Какой он прекрасный нацист, понимаешь? Раньше она просто не могла его рассмотреть правильно, а теперь уже очевидно. Нацистам это не так плохо. Ну, надеюсь, конечно, кажется, тем более он похудел, Костя похудел, и Костя действительно умен. Значит, смотрите, союз либералов-западников с нацистами очевиден, он как бы, ну вот, состоялся. Вот, и теперь я спрашиваю, а вот в конце, они же временные союзники, кто кого оседлает? Нет. Либералы-западники, ну, например, они победили. Вот либералы-западники оседлают нацистов. Либералы-западники победят, считает Варвара. 916-55-81. То есть в конце все равно, так сказать, скотинка пойдет назад в хлев. Скотинка пойдет назад в хлев. А интеллект возглавит все это катаваси. 916-55-81. Нет, нацисты победят вместе с либералами-западниками, а потом их просто перестреляют. И нацисты будут править. Если в случае победы этого блока, удивительного и странного. 916-55-82. Через минуту возобновим разговор. Подъем. С Сергеем Даренко. Найросен. Ой, как прелестно, ребят. Прямо у нас голосование чудо-любо-дорого посмотреть. 45,5% считает, что когда либералы-западники и нацисты, если и когда либералы-западники вместе с нацистами придут к власти, то либералы-западники оседлают нацистов. Скотинка пойдет назад в хлев. 45,5%. Либералы-западники вместе с нацистами могут победить, если и когда такое случится, нацисты перестреляют либералов-западников и воздвигнут здание собственной власти. Просто воспользуются либералами-западниками. 54,5%. 54,5%. Видите? Ну что, ну что, это же близко к половине, ребят. Давайте спорить. 788-1070. Погнали. Алло, здравствуйте. Алло. Да, над Таганкой пролетают две вертушки военные. Зеленый, не МЧС. Странно, в центр им нельзя, пишет Владимир. Да, прошу, дальше. Здравствуйте. Да. Олег. Олег, прошу вас. Вы знаете, нам нельзя это допускать, чтобы ни нацисты, ни западники, никто был. А чтобы были наши, русская, нормальная, христианско-православная власть. О как. Которая, понимаете, образумит всех, понимаете. Симфония власти. Симфония. Симфония на объединение всей страны. Спасибо, спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо. Симфония власти, я понял. Симфония власти. Симфония духовной и светской власти. Симфония. Правильно? Это же называлось так в Византии. Спасибо вам огромное. Слушаю, да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Карина. Да, Карина. Вы знаете, мне кажется, конечно, либералы-западники открестятся от нацистов, от такого позорного, 15-й биографии. Нет, почему? Почему? Когда победят, они оседлают их и отправят назад в хлев или нет? Однозначно. То есть они победят и отправят в хлев? Более того, еще Сергей хотел вам сказать, почему вас так удивляет этот союз? Мне кажется, для того, чтобы победить сегодняшнюю власть и как-то повлиять ее и надавить с кем угодно и какие угодно могут быть. Ну нет, ну вы же, а вы, Карина, сколько лет наблюдаете этот процесс? Потому что я вам скажу, что, например, в 2005 году, ну я просто, так сказать, условную дату, да? В 2005 году это казалось фантастикой. Но в сегодняшних реалиях, для того, чтобы как-нибудь подвинуть Путину, который уже больно всем надоел, чтобы как-нибудь повлиять на эту ситуацию. Вы не считаете это искусственно. Этот союз вполне реалистичный. Слушайте, Карина, раз уж вы заговорили о Путине, раз вы уже заговорили о Путине, можно вас вернуть к Путину? А Дмитрий Песков на BBC говорит, что мы увидим Second Edition, новое издание Путина. Насколько это вероятно и какого нового Путина вы были согласны бы увидеть? Знаете, мне кажется, что это единственная возможность сегодня Путину как-то... Ну вот опишите его в новом издании, опишите. Вот вы сказали, он должен быть... Я, кстати, не вижу Путина в новом издании. Не видите. Но еще хочу сказать следующее. Мне тоже не нравится сегодняшняя власть, но нынешняя оппозиция мне не нравится еще больше. И не дай бог, чтобы такие люди, как Навальный и все остальные, я не знаю, могли притекать. Вы бываете на площади перед метро 905-го года, вот это вот, там есть мужчина на лошади, на жеребце, простите, я заглядываю. Не видели? Нет, не видела. Слушайте, 905-й год. Это там статуй стоит, скульптурная группа. Там, значит, мужчина на жеребце. Оба они пришли с Дона, вероятно, они казаки. И жеребец казак, и сидящий на жеребце мужчина казак. И к нему пристают женщины. Сегодня молодежи уже непонятно, зачем женщины пристают к жеребцу и к мужчине. Но на самом деле это же революция. Когда никчемная, вполне себе консервативная власть, которая питается идеями такими какими-то марсианскими, странными. Одновременно разрушители, дистракторы, такие антисистемщики, все вместе сходятся, ну и получается потом что? Великий Советский Союз. Вот. А, при чем? Ключевая фраза здесь великий Советский Союз. Вы знаете, при взрыве в таком, при таком мощном взрыве всегда, да? Спасибо, Боже. Казаки с нагайками. Значит, пристающие к нему женщины-работницы. Женщины-работницы. И вся эта вот эта фигня называется 1905 год. А потом детские сады, борьба с туберкулезом, Гагарин, Полин Гагарин, всеобщая грамотность, привитие русскому народу умения спускать за собой воду в клозете, ну и так далее. Женщина-работница. Много? Женщина-работница, жена-крестьянка, морковка на завтрак. Ты понимаешь, миллионы там, миллионы всего полезного. Брови Брежнева. Я не захотелся заглянуть туда. Всем хочется, правда же? Да, да, да. 7-8-8-8-7-0. Еще, вот человек первый раз звонит, и пять попыток дозвона. Значит, очень темпераментный человек. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр, вы темпераментный. Есть чуть-чуть. Я хотел бы прокомментировать эту ситуацию с точки зрения каких-то молодежных политизированных движений. Я считаю, в этом союзе то, что объединение националистических каких-то вот сейчас вот... И с либеральными западниками, да. Да, в этом нет ничего удивительного. И считаю, что союз этот временный, потому что... А в конце что будет? Ну подождите, вот смотрите, вы победили, вы принадлежите к одному из этих движений или нет? Скажем так, я как бы нахожусь в курсе вот этих движений. Вот сейчас, извините, Сергей, я приведу пример, потому что сейчас вот вчера, кто вышли на улицу, там были и анархисты. Да. В том числе. Вы знаете, что я бакунинец? Нет, не знаете, нет. Ну ладно, не важно. Ага, давайте. Вот, и как бы люди с националистическими взглядами. То есть, опять же, сейчас общая идея, как бы все соединились против... Ну поймите. ...вот скрытого тоталитарного режима. А потом вот и что будет, что будет, я не знаю. Будет дележка, я думаю. Если как-то... Можно вернуться, можно вернуться. Как вас зовут еще раз, простите меня, а? Александр. Александр, слушайте, а как же он тоталитарный, когда антифа с нацистами вместе против тоталитарного? Да не может он быть тоталитарным тогда. Он скорее рыхлый. Ну, у нас, знаете, у нас в стране как бы ничего однозначного нет. У нас все рыхло. Да, да. Но я это к тому, что вот эти все объединения, они временные. Понятно. Так, слушайте, а в конце, а в конце, ну вот подождите, вы близки все-таки к антифа или к нации? К кому ближе? Ну, больше, наверное, к антифа. К антифа. Да, слушайте, ну тогда я как бакунинец нашел в вас абсолютно приверженца наших с вами идей. Слушайте. Ну вот вы потом смели, например, этот рыхлый, негожий с вашей точки зрения режим. И кто оседлает в конце? Вот дайте прогноз такой. Ну, всегда же в конце, понимаете, начинается разборка между победителями. Вот в конце кто оседлает тему? Кто? Я скажу так, то что оседлать-то, я думаю, не получится. Ну почему? Потому что, ну вот всю эту ситуацию, на самом деле, вот, как вам объяснить, она абсурдна до боли, на самом деле. Потому что люди наивно выходят на улицы, грубо говоря, покричать, поорать. А что сами хотят, они не понимают. Ну вот, допустим, вот выиграли бы на выборах те же самые Комуняги. Да. С маразматиком Зюгановым. Я думаю, чтобы мы лучше с вами стали, Сергей, жить. Да, я думаю, да. Я еще, знаете, говорил и повторяю, мы еще вспомним этих филологов. Вы знаете, что Сечин филолог, романо-германская филология, и Сергей Иванов филолог тоже. Я говорю, мы еще вспомним этих филологов, как последних европейцев, ей-богу. Ну правда, такого может быть. Ну может. Ладно, хорошего дня вам, счастливо, спасибо, что позвонили. Человек близкий к Антифа. Человек близкий к Антифа, вероятно, сам Антифа, потому что Антифа очень секретные. Они очень секретные, они глубокое подполье. Антифа – это глубокое подполье. Значит, человек, который назвался близким к Антифа, ну как бы, то есть закамуфлировал. Вот, сейчас он выкинет сим-карту. А я нет, знаете, что мы делаем, чтобы не палиться? Давайте перезагрузим телефон. Давайте перезагрузим, реально отключим и включим. Перезагрузим телефон, чтобы не палить Антифа. А, почему они боятся? А, они, ну... Почему они раскрываются? Вы можете не выбрасывать свою сим-карту, я перезагружаю эту фигню. Сейчас, подключится, все. То есть список грохнулся, я, чтобы не палить лишний раз, мало ли. Слышишь, это, значит, я хотел сказать. Видишь, он что говорит? Ну, мы выходим на улицу, ну, мы так вот не очень понимаем. Ну, хочется адреналина. А кто в конце, а кто в конце потом победит? Кто оседлает эту тему, кто? Ну, у меня есть ощущение абсолютно точное, что Навальный со своим героическим лицом... С лицом? С лицом, с лицом. Да, лицо очень важно, между прочим. Да, 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 да. И он очень... Значит, Стасик Белковский молодец. То есть оседлает всю тему Стасик Белковский, как ты считаешь? Который, конечно, так сказать, придумал проект Навальный. Птирая ручь. Который придумал проект Навальный. Стасик Белковский. Почему нет? А? А мы Стасика поздравим. Таким образом... Я думаю, уже сейчас можно... Таким образом... Таким образом... Таким образом в результате победят нацисты, которых ведомые еврейским подпольям. Вот это прекрасно. Вот это роскошно. Это прекрасно. Это по-настоящему. Это не противоречит ничему, наоборот. Ничему вообще ничему. Вообще ничему. Вообще ничему ничего не противоречит. Кроме одного. Кроме... Мы потом еще добрым словом вспомним этих дивных филологов из Петербурга. Погнали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении не могу сдержать восхищение, глядя на карту движения. Всего-навсего с 9 до 12 третье транспортное кольцо не едет. И всего-навсего с 4 до 7 по циферблату МКАД внутренне не едет. Ёлки! А все остальное, ты не понимаешь, едет. Ну, не считая, естественно, шоссе энтузиастов, который половина не едет. Там у щелчка проблемы. Ну, такие, как сказать, совсем никакущие. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. В движении. Алло, здравствуйте, где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Борис Борисович. Борис Борисович, как вы? Ленинградочка прекрасно едет. Я говорю. В Москву. Не нахвалися. Не нахвалися. И подсох, и асфальт хороший. Да, и черная грязь даже это едет, что удивительно. Черная грязь это населенный пункт. Спасибо, Борис Борисович. Черная грязь имеется в виду населенный пункт. Еще один звонок. Еще один. Что? Ты подумала про черную грязь? Про лимузинное начальство? Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Одинцова Алексей. За час доехал до проспекта Мира через Арбат, а вертолет приземлился на Большой Лубянке, дом 20. Сидит на крыше. Ага, то есть это не эвакуация Кремля, нет, не эвакуация. Нет, над Кутузовским сетями. Спасибо, спасибо. Военный вертолет, военный вертолет. Народ сказал нам, что идет вертолет, два вертолета шли, две вертушки, куда-то в центр, значит, но такие военные с виду, не МЧС, нет. И мы проследили их судьбу, вот куда они сели. Они сели на крышу Лубянки, а другой сел в подвал Лубянки, я думаю, правда же? Ну и отлично. Поехали, поехали, поехали. Значит, у нас вот что. Анастасия Аножко провела этот выпуск. Светлана Матвеева расскажет вам о спорте, а я пойду и проживу ее эту среду, 7 декабря.